Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Тавита. И сегодня мы будем читать четвертую главу, в которой основная тема Тавит дает наставление своему сыну Товии. В тот день вспомнил Тавит о серебре, которое отдал на сохранение Гаваилу о врагах медийских. Мы об этом читали ранее, это была значительная сумма. И сказал сам себе, я просил смерти, «Чтоже, не позову сына моего Товии, чтобы объявить ему об этом, пока я не умер». То есть он просил себе смерти от Бога, и он еще не понимает, может быть, Господь пошлет ему эту смерть или не пошлет. Но на всякий случай он хочет завещать своему сыну Товии вот это серебро. «И призвав его, сказал, сын мой, когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей, почитай ее во все дни жизни твоей, делай угодно ей и не причиняй ей огорчения». На самом деле очень важно, когда человек, ощущая приближение смерти к себе, он делает какие-то распоряжения по поводу своего наследства. Только беспечные гедонисты забывают о таком деле, их жизнь сосредоточена только на них самих, и они как бы не думают о том, что будет после их смерти, как такая пословица есть, после нас хоть потоп. Но верующие люди должны вести себя иначе. И вот Товид наставляет Товию своего сына, «Помни, сын мой, что она, то есть мать его, многое имело скорбей за тебя еще во время чревоношения. Когда она умрет, похорони ее подле меня в одном гробе». То есть для древних людей это было очень важно, иметь свой погребальный надел земли в случае с Авраамом, Исааком и Иаковом, это пещера Махпела или сдвоенная пещера. И мы знаем, что хотя Аврааму бесплатно предлагали этот надел для погребения сыны Хета, однако Авраам говорил нет. Он заплатил всю сумму, которую от него потребовали. На самом деле это была очень значительная сумма. Это даже была переплата. Но Авраам очень хотел, чтобы эта земля была отчужденная и никого тут рядом не хоронили. И он просит, чтобы его супругу похоронили рядом с ним в одном гробе. Имеется в виду не в одном гробе, а в одной пещере. Во все дни помни, Сын мой, Господа Бога нашего, и не желай грешить и приступать к заповеди Его. Во все дни жизни твоей делай правду и не ходи путям беззакония. Ибо если ты будешь поступать по истине в делах твоих, будет успех, как у всех поступающих по правде. Из имения твоего подавай милостыню. Милостыню очень важно подавать при поминовении усопших. И да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. То есть не жалея денег. Нет какого нищего, не отвращая лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. То есть мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню. И когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. И ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды. Имеется в виду сокровище на небесах. А день нужды – это день смерти. Это одна позиция. А другая позиция – Бог всегда позаботится о том, кто заботится о других. Как сказано, не оскудеет рука дающая. Ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. То есть человек может через милосердие как бы продлить дни своей жизни. Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним. Ну и Христос говорит, что если мы сокровища собираем на небесах, там моль и ржа не разъедает, там воры не подкапывают и не крадут. А сокровища на небесах – это наши добрые дела, которые идут вслед за нами в день смерти. Берегись, сын мой, всякого вида распутства, то есть любых форм блуда. Возьми себе жену из племени отцов твоих, «Но не бери жены иноземной, которая не из колена твоего, ибо мы сыны пророков». То есть поступает так, как поступали пророки. «Издревли отцы наши, Ной, Авраам, Исаак и Яков. Помни, сын мой, что все они брали жен и среды братьев своих и были благословены в детях своих, и потомство их наследует землю». Ну, на самом деле, есть как бы спор по поводу Ноя. Есть предположение, что жена Ноя, Нуаха, была Ноема. А Неймана не была из сифитов, которым предлежал Ной, Ноах, а она была как раз из крионитов. Но это тоже спорный вопрос. «Итак, сын мой, люби братьев твоих», то есть единоверных по вере, по происхождению, единокровных. «Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозносись сердцем пред братьями твоими и пред сынами, дочерями народа твоего, чтобы не от них взять тебе жену, потому что от гордости погибель и великое неустройство, а от непотребства, оскудения и разорения непотребства есть мать голода». То есть гордыней здесь Тавид объявляет нежелание сродняться по принципам веры и крови с единоверными и единокровными. А непотребство объявляет причиной оскудения, разорения, в то время как милостыня, есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним, как мы прочитали выше в 11 стихе. 14 стих и далее. «Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, отдавай ее тот час, и тебе воздастся, если будешь служить Богу». Удержанная плата наемника, сказано в Писании, она вообще выпьет от земли к небесам, к Богу. И, кстати, немногие грехи выпьют от земли к небесам. Мы знаем, что грех убийства, брата убийства выпьет от земли к небесам, а садомский грех выпьет от земли к небесам, угнетение вдов и сирот, этот грех выпьет от земли к небесам, и удержанная плата, которая не дается вовремя наемнику. Этот грех тоже выпьет от земли к небесам. Если у вас есть начальник, который задерживает вашу плату и не выплачивает вам вовремя, вы можете ему об этом рассказать и пояснить, что если он так будет продолжать, то он может оказаться в аду в очень дурной компании. Вместе с адамитами, вместе с братоубийцами и злодеями, которые измывались над вдовами и сиротами. То есть это дурный грех – задерживать зарплату. Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, отдавай ее тот час, то есть до захода солнца в этот же день, и тебе воздастся, если будешь служить Богу. Будь осторожен, сын мой, во всех поступках твоих и будь благоразумен во всем поведении твоем. То есть человек должен быть осторожен, он должен быть благоразумен именно во всем поведении своем. Почему? Чтобы не подавать повода, ищущим повод. Дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить, и он ищет, к чему можно придраться в жизни каждого из нас. Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Вот здесь мы встречаем то, о чем позже более развернуто скажет Христос, не делай другому того, чего ты сам себе не желаешь, или делай другим то, что ты сам себе желаешь. Вина до опьянения не пей. И Златоуст об этом говорит, что виноделие учреждено Господом, а пьянство от дьявола. Вина до опьянения не пей, и пьянство да не ходит с тобою в пути твоем. Давай алчущему от хлеба твоего, и нагим от одежд твоих, от всего, в чем у тебя избыток, твори милостыни, и да не жалеет голос твой, когда будешь творить милостыню. Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам. Вот здесь прецедент. 17 стих 4 главы говорит о том, что надо поминки устраивать. Причем можно их устраивать прямо близ места захоронения. Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам. Что значит грешникам? Не всех надо приглашать на поминки, а то поминки иногда превращаются в какое-то дикое пьянство. У всякого благоразумного проси совета и не перенебрегай советом полезным. Действительно, мы должны как бы стремиться приискать себе учителя, сидеть в прахе у ног его, наставник, духовник. Это очень важно. Благословляй Господа Бога во всякое время, здесь как бы скрытые цитаты из Псалтири, и проси у Него, чтобы пути твои были правы и все дела и намерения твои благоуспешные, ибо ни один народ не властен в успехе, начинании, но сам Господь не спосылает все благое и кого хочет, уничижает по своей воле. То есть на все есть воля Бога, если уничижение Бога касается нас, и оно происходит через людей, мы как-то должны с этим смиряться и с этим жить. «Помни же, сын мой, заповеди мои, и да не изгладятся они из сердца твоего». И далее он говорит, «Теперь я открою тебе, что я отдал десятую, что я отдал десять талантов серебра, на сохранение Гавриилу, сыну Гавриеву, о врагах медийских». Это значительная сумма. «Не бойся, сын мой, что мы обнищали, у тебя много, если ты будешь бояться Господа, то есть надо бояться не обнищения, а Господа, если ты будешь бояться Господа и удаляться от всякого греха, делать угодное пред Ним». При этой ситуации любой страх, он как бы отбежит от нас. Вернемся к 17 стиху. «Раздавай хлебы твои при гробе праведных и не давай грешникам». Подобный совет дан в древней книге, называется «Премудрости Ахиахара», отголоски которой мы находим в книгах Тавита и «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Тавита, очевидно, советует своему сыну не приносить дары умершим, так как это воспрещается законом, а творить милостыню в память о них. Вот в Китае, например, там сжигают деньги в память о мертвых. А зачем? Можно эти деньги купить что-то и раздать людям в память о усопшем. Это более правильно. Китайцы сжигают деньги, чтобы усилить скорбь, потому что деньги достаются им с трудом, и когда у них там слез нет, они начинают сжечь деньги, рвать их, и у них слезы появляются. Но этот плач получается по деньгам, а не по усопшим. Редактор субтитров А.Семкин